Привет, друзья! С вами же недельные новости мира виртуальной реальности! Линзы по качеству хуже Quest Pro имеют больше внутренних отражений и размывают картинку по краям. Сильно ощущается нехватка встроенного звука. Наличие кабеля и трекинг базовыми станциями он тоже занёс в минусы, напомнив, что не рекомендует никакой ПК-VR как вход в виртуальную реальность большинству людей, и что магия автономности действительно реальна. Однако Кармак отдельно подчеркнул, что рад тому, что люди фокусируются на создании сверхлёгких гарнитур, и что Beyond – это действительно один из вариантов апгрейда ПК-VR-шлема. Наконец он понадеялся, что Big Screen Beyond повлияет на дизайн устройств компании Meta. Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, рассказало, что корпорация Meta, несмотря на то, что её сайты заблокированы в Китае, продолжает переговоры с местным техногигантом Tencent о продаже своих VR-гарнитур MetaQuest. Ранее сообщалось, что Tencent смог бы выступить партнёром, предлагающим шлемами свои собственные игры. Но, несмотря на небольшой прогресс, партия Китая выступает против такого сотрудничества, считая Цукерберга недружелюбным по отношению к Китаю. Раньше Цукерберг отказался сотрудничать в плане блокировок контента, а его поездка в Пекин в 2016 году была омрачена его же собственной пробежкой по площади в Пекине, покрытой тогда аномальным токсичным смогом. Тогда Цукерберга упрекнули в том, что он бежал без маски, и в том, что тот опубликовал пост в заблокированном Facebook, находясь в Китае. Цукербергу припомнили и то, как тот пытался убить китайское приложение TikTok, обвинял Китая в краже технологий и даже нанимал специальную организацию для создания негатива вокруг китайского приложения. Пользователь Reddit Коди1996 случайно обнаружил, что с американского сайта компании HTC пропали страницы VR-гарнитур Vive Cosmos и Vive Cosmos Elite. Поддержка Vive подтвердила ему, что шлемы были действительно сняты с производства и что купить их можно только через реселлеров, однако страницы космоса на сайтах Vive Европы, Японии, Австралии и России остались на месте. Разработчики социального приложения Rec Room, которые объявили в прошлом году, что больше не смогут разрешать детям до 13 лет пользоваться своей платформой на квестах, рассказали о Плоуд VR, что специальные детские джуниор-аккаунты возвращаются обратно в игру, потому что минимальный возраст для использования гарнитур-квест снизили до 10 лет. Такие детские аккаунты имели защиты и для того, чтобы их владельцы не мешали окружающим, и чтобы окружающие не приставали к ним. Для их владельцев были отключены голос, текстовые сообщения, функционал создания кастомных комнат, а имена пользователей показываются случайными. Издание Road to VR обратило внимание на список по Канси, одной из игровых студий, купленных корпорацией Meta, Twisted Pixel. Она известна по игре Wilson's Heart и выпущенной в 2019 году Path of the Warrior. На MetaConnect 2022 Meta объявила, что выкупила эту студию вместе с двумя другими, но, несмотря на отсутствие новых релизов, студия ещё жива и работает над своими проектами. На сайте Meta были открыты несколько вакансий на неанонсированную VR-игру на движке Unreal Engine. По некоторым другим вакансиям студия ищет людей с опытом разработки мультиплеерных игр, что намекает на то, что следующая игра компании будет иметь хотя бы элемент мультиплеера. Возможно, новая игра студии будет анонсирована уже на MetaConnect в этом году. Из бета-ветки вышла новая стабильная версия SteamVR 1.26. В ней была сделана новая автоматическая перепривязка контроллеров, которая сама создаёт биндинги для игр, которые не были настроены под контроллеры вашего шлема, и игра будет думать, что вы имеете похожие контроллеры типа Index и Touch. Разработчики новых контроллеров получили свои настройки для того, чтобы Steam знал, какими контроллерами ему лучше притворяться. Дашборд SteamVR получил ручку, за которую его можно перетаскивать в виртуальном мире. Для самых профессиональных пользователей VR-чата были добавлены новые роли для трекеров. Теперь можно указать трекеры предплечий и коленей. Обновление уже доступно в Steam. Для Horizon Workrooms вышло обновление, добавляющее долгожданную интеграцию с Zoom. Теперь владельцы платных подписок Zoom могут создавать конференции, поддерживающие подключение с платформой MetaQuest. Для присоединения никакая платная подписка не требуется. И вы можете использовать шлем с Zoom, купив его у нашего спонсора. Этот выпуск создан при поддержке интернет-магазина виртуальной реальности Formula Q. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, если понравилось, и палец вниз, если нет. А в комментариях пишите, пробовали ли вы Vive Cosmos и будете ли вы по нему скучать. Увидимся в виртуальной реальности. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok